Продолжение следует... Но игра продолжается и времени для того, чтобы исправить ситуацию достаточно. Царукян. Царукян смещается во фланг, ждет предложений. И эти предложения есть. И неплохо Царукян увидел. И сам продолжает. Валерий в штрафную врывается, падает Царукян. И пенальти назначает Твердков. А вот вам Царукян, уважаемые друзья. Свисток, разбег, удар. 1-1. 1-1. И факел сравнивает счет. Заработал пенальти. Валерий Царукян. Царукян здорово на перехвате. Царукян. И сразу на левый фланг мяч отправляет подать в штрафную. Пухов за вторым голом прыгал. Отскок. И все отскоки, знаете, находит Царукян. Доверяют ему партнеры. И сам Царукян предлагает себя отлично. Показывает Шипилов, что готов на эту передачу откликнуться. И Шипилов в штрафной. Шипилов. Гол! Денис Шипилов. 2-1. Какой момент. Давайте смотреть повтор. Это было прекрасно. Ну вот она завершающая стадия. Исаев против Шипилова. Шипилов очень легко от него уходит. А передачу ему, если я правильно увидел, уважаемые друзья, сделал Максим Седов. 2-1. 2-1. Разыгрывают на дальние от меня бровки. Поэтому сложно предположить, кто же является главным действующим лицом в той ситуации. А вот теперь уже ближе к нам. И я могу с уверенностью сказать, что Царукян на Шипилово. И теперь Елагин с мячом. Если я не прав, то поправьте меня, уважаемые друзья. Я Перцев в штрафную площадь. Пухов. Первый на этом мяче Пухов разворачивается пока спиной к чужим воротам. Но это уже очень близко. Ближний угол. Яковлев надежен. Теперь можно в спокойное перейти наступление. Уже расставившись. И найти варианты для того, чтобы, может быть, справа, а может быть, слева. Или вот так вот на перехвате сыграть в штрафную входит игрок факела Царукян. Удар не получился. Времени просто не получится, поэтому можно рискнуть. Но нет, опять разыгрывают. И вот только теперь идет подача. Довольно опасная на дальнюю штангу. Но очень рьяно команда из Обнинска первые 45 минут начала. И эти старания были сразу вознаграждены голом. Я думаю, что один из самых быстрых вообще когда-либо. А пока Пухов в атаке. Пухов убирает под левую. Пухов надо забивать. Пухов, но как же так? Оказывается, прав. Но и Лагин-то его не до конца послушал. В итоге мяч сохранил. Отдал на Царукяна из-за боковой. Царукян потерял. Тут же воронежцы его вернули себе. Седов. Потому что такое сыграть невозможно. Это удаление у нас, судя по всему, уважаемые друзья. Давайте понаблюдаем за этим эпизодом. Неплохая подача была. Пожадничал. Наказал его защитник Квант. И забрал этот мяч. Нарушений нет. Седов. Шипилов здорово сыграл в отборе. Продолжает Факел атаковать Пухов. Зависает в штрафной площади. Борьба. Нету нарушений. Есть мяч у Факела. Красов бьет поворотом. Это прямо в руки Виталию Яковлеву. Но торопиться абсолютно никуда не нужно. Это абсолютно ясно и понятно всем. Главное не заработать лишних желтых карточек. На правом фланге Факел атакует. Хороший момент. Только аут. И аут в пользу Факела. Возможность быстро в атаку бежать. Красов. Красов запускает дальше. Полякова. Поляков мяч сохранить бы здесь. Сохраняет. Вратаря нету в воротах, уважаемые друзья. И вот такая вот зачедушка отряде. Это Красов. Это Красов. Он эту атаку начал. Он ее красиво и завержил. 3-1. Николай Красов. Подписывайтесь на его инстаграм. Как любят говорить под премиальные. Подача с углового. Скидка. Опасный момент Доровских. Не сумел в эту игру вступить. И счет становится 3-2. Ну, невнимательно сыграли при обороне собственных ворот. И, дорогие мои друзья, 21 человек штрафной. 22 вместе с главным арбитром. Подача в штрафную. И пустые ворота. Пухов. Нужно передачу сделать. Такую, чтобы не было... Офсайда. Но Пухов в итоге так сильно торопился, что принял неправильное решение. Продолжение следует... Продолжение следует...